Банки, кирпичи, бутылки, всякие, возможно, и телевизор тут у нас был, ранетки сюда скидывали. Ранетки – это хорошо, но никогда они раскиданы по улице. Свалка бытовых и строительных отходов в Барнаульском пригороде образовалась больше 10 лет назад, рассказывают местные. Юлия с супругом переехали сюда три года назад и с тех пор любуются не друг другом, а местным колоритом, хламом возле дома. Соседи, все на свете, все сюда скидывают, то, что им не нужно в огород вывозить, тоже лень. И крысы, и мыши, и все на свете, и мухи после этого мусора. У нас собака была, которая постоянно кусала мухи из-за этого. Местные детвора уже давно облюбовала эту свалку. Мало того, что они играют со строительным мусором, так еще и гуляют по опасным конструкциям. Люди неоднократно жаловались в администрацию города и района. Чиновники отчитали, что выезжали на место, но мусора на момент осмотра не обнаружили. После такого ответа жители пошли дальше. У меня муж позвонил уже в городскую администрацию, но это было просто по звонку, не письменно. На что ему ответили, что этот участок в аренде, собственник, нам не говорят кто, но даже если в аренде, то они должны его приводить в порядок. Мы хотели выкупить. Выкупить нам его тоже не дают. С официальным запросом обратились и мы. В районной администрации пояснили, что земельный участок со строительным мусором находится в аренде. Администрация района в 2021 году подана исковое заявление в отношении собственника земельного участка о возложении обязанности привести участок по адресу улица Рождественская, 97, в надлежащее санитарное состояние. Получается, что суд индустриального района еще полтора года назад обязал собственника навести порядок на участке, покосить траву, убрать сухостой. Но ничего, рассказывают жители, сделано не было. В ближайшее время люди направят жалобу в прокуратуру. Может быть тогда вид из окна станет привлекательнее. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.